Вот такие проплешины на деревьях стали находить местные жители Мизюлинской рощи. Для древесных термитов уже непогода, да и болеть сами деревья не могут. За ними следят общественники парковой зоны. Но сами раны выглядят вполне неестественно, как будто кто-то целенаправленно причинил вред дереву. Пострадавшие несколько лиственниц. Их возраст 50-70 лет. Гордость Мизюлинской рощи, рассказывают активисты парковой зоны. Когда они заметили раны, стали присматривать за территорией. Возле деревьев стоит какая-то женщина преклонного возраста, которая увлекается у нас скандинавской ходьбой и, наверное, следит за своим здоровьем. И выбрала вот эти деревья для того, чтобы срезать кору для каких-то лечебных целей. В целебных свойствах природы никто не сомневается. Но такая медицина обходится только-только приведенной в порядок зеленой зоне, слишком дорого, подчеркивают общественники. Мизюлинскую рощу обновили в том году. Территорию благоустроили, высадили новые саженцы и сохранили старую растительность. Неравнодушные жители поддерживают чистоту и порядок, но часто замечают и такие нападения. Поранение там, особенно если до живых тканей эта кора срезается, ну это проникновение и болезнетворных организмов, болезней, вредителей. И просто дерево тратит ресурсы на то, чтобы залечить эту рану, залить ее смолой. Если мы к паркам и скверам подходим как к ресурсам для заготовки каких-то якобы целебных лекарственных компонентов, то так можно далеко зайти. И проблемы куда масштабнее. Активисты говорят, что местные бабушки делают отвары не только из коры, но и почек деревьев. Для таких разбойниц устанавливают таблички и планируют развесить как можно больше предупреждений. Пока их так мало, что пожилые этого просто не замечают. Это помогало тем людям остальным, которые не проходят мимо, прочитают и смотрят бабушка наклонилась возле сосенки. Ага, сломать, наверное, хочет. Спрашивают, что я зачем? На лекарства. Ну вот ведь беда-то в чем. Весной – это катастрофа. Каждую весну обламывают. Казалось бы, люди берут у природы совсем немного. Но кора дерева выполняет важную защитную функцию не только от насекомых и засухи, но и от заморозков. Поэтому экологи особо подчеркивают, чтобы дерево пережило зиму, ни в коем случае не стоит нарушать его защитный слой. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.